Продолжение следует... И вот я нашел на сайте 3D News очень интересную статью по поводу производительности карты 3080, потому что, напоминаю, 17 числа начнется официальная дата продаж этой карты. Итак, что говорится в этой статье, ребята? Я хочу сразу попросить, чтобы вы писали свои комментарии по поводу того, что вы сейчас услышите. Ставили лайки, дизлайки, гости, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Итак, что говорится в этой статье? Статья очень любопытная и многим она будет довольно-таки откровением даже, я бы сказал, таким своеобразным. Итак, с ссылкой на ресурс видеокартс опубликованы новые, как утверждается, проверенные результаты тестов GeForce RTX 3080. В синтетических бейшмарках и играх. Ребята, скажу честно, что два бейшмарка и две игры. И результаты, ну, настолько любопытные, что просто я не смог пройти мимо этого всего и как бы выкладываю этот ролик. Основные внимания в данной утечке источник уделил синтетическим тестам, но также представил две игры, в которых демонстрируются совершенно разные результаты. Новую GeForce RTX 3080 сравнивали с прежними флагманами. Это RTX 2080 Ti, ее предшественники GeForce RTX 2080 Super, а также видеокартами помладше. GeForce RTX 2070 Super, RTX 2060 Super. Все указанные ускорители тестируются в одном ИТМ-джим-драйвере, новом драйвере, то есть 456.16. Значит, первый тест, значит, два теста статистические, которые 3DM Fire Strike и 3DM Time Spy. Что они показали? Во всех статистических тестах 3DMark ситуация в целом одинаковая, результаты более-менее однозначные. Так, флагманская GeForce RTX 2080 Ti отстает от новой GeForce RTX 3080 на 20-27%. Средняя разница с GeForce RTX 2080 Super составляет 40%, а младшие видеокарты, это RTX 2070 и 2060 Super, показывает, соответственно, 45 и 50% отставания в производительности. Игры. Первая игра это Shadow of the Tomb Raider. Что показали тесты в этой игре? А вот в играх наблюдается более интересная и не столь однозначная картина. Так, в Shadow of the Tomb Raider при максимальных настройках графика, разрешении 2K и 4K, видеокарта GeForce 2080 Ti отстает от карты RTX 3080 на величину от 18% до 25%. Причем, меньший разрыв наблюдается при использовании трассировки лучей и сглаживании DLSS. То есть, получается, если на максимальных настройках графики, исключенном DLSS, то разница между картами 3080 и 2080 Ti всего 18%. В то же время, Far Cry New Dawn, также при максимальных настройках графики, трассировки лучей не включалась. Разница между GeForce RTX 2080 и 3080 составила всего от 2 до 19%. Наименьшая разница наблюдается в более низком разрешении Full HD. Причем, это справедливо при сравнении со всеми видеокартами. И я думаю, что рекламную кампанию Хуангу надо было строить немножко по-другому. Ребята, вы получаете 25% прирост производительности и платите практически вдвое меньшую цену за видеоускоритель. По сравнению с картой 28 Ti, карта 3080 дает прирост производительности до 25%. Но вы платите за карту на порядок меньшую стоимость. Итак, ребята, на чем еще хотелось бы остановиться? Вот именно в этом ключе надо было делать рекламную кампанию. А не рассказывать про какие-то там великую прирост производительности. Что одна карта 3080, показывает производительность 2 карты 2080 Ti. Но это все чушь полная. Она не показывает такую производительность. Она не показывает гораздо меньшую производительность. Опять же, если эти тесты справедливы и верны. Да, в два раза прирост производительности получается по сравнению с картой 2060 Super. Да, но 2060 Super это не 2080. Это даже не 2080 Ti. Тем более, это не 2080 Super. Я, как и предполагал, что реальный прирост будет 20-25%, как во всех поколениях карт у Nvidia происходит. Еще не одно поколение дало какой-то мега толчок по производительности новых карт. В общем, я скажу вам честно, что надо ждать, мое мнение откровенное, надо ждать выхода карт по более справедливой цене. Покупать эти карты на старте продаж вообще никакого смысла нет. И скажу так откровенно, что если у кого есть топовые карты 2000 линейки 2080 или 2080 Ti, 2080 Super, то я вообще не вижу необходимости менять карту 2080 на 3080. Потому что, ну, вы продадите карту 2080 очень недорого, добавите какие-то невменяемые бабки, чтобы купить себе карту там 38. Я не вижу просто реальной необходимости это делать. Я уже говорил, что обладателям карт 2000 линейки вообще никакого смысла делать апгрейд я не вижу. Вот, может, когда уже выйдет какая-то 4000 линейка, тогда уже будет делать интересный апгрейд. А пока, ну, я не вижу просто. Просто вы продадите свои карты за копейки, а купите карту, ну, да, там будут какие-то реальные, какие-то новые технологии, там, да, там, особенно кто любит заниматься... Нет, ну, я думаю, что больше всего профит получили те, кто занимается каким-то стримингом. Вот там как бы интересные какие-то навороты там им сделали. Вернее, ребята, если у вас с капустой все хорошо, то продавайте карту 2000 линейки, покупайте 3080. Если бы я, допустим, у меня была карта там 2060 супер, там, или 2070 супер, я даже не задумывался о том, чтобы покупать эти новые карты. Откровенно вам скажу. Я смысла просто в этом не вижу. Ну что, ребята, это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Ребятки, всего вам хорошего, всего вам самого лучшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, пожалуйста, заботитесь о них. Всего вам доброго и до новых встреч.